Если вы посмотрите, что находится за моей спиной. За моей спиной находится ТЭЦ ММК. Это теплоэлектроцентральный комбинат. Теплоэлектроцентральный комбинат работает просто супер. И к слову о каких-то там кризисах. Да кризиса по сути не существует, потому что комбинаты получают нормальную зарплату и все в принципе нормально. Ценники, я вот заправился газом сейчас, на газ цена еще пустилась. Так о чем мы сейчас говорим? А мы сейчас говорим об экономии. Какого ляда эта экономия производит? И куда эти деньги тратятся? Вот вопрос. То есть я вам на этой неделе показал, что в связи с тем, что у нас жесткая ситуация по снегу, все нормальные люди уже занимаются и убирают воду, то есть снег с улицы. Это было клево. На это дело мы попадаем. Такая штука возникает. Теперь все остальное. И куда деньги-то тратятся? То есть меня это сильно взбесило, когда ко мне домой пришло какое-то конкретное письмо в Ленинский район. Я в Ленинском районе живу, трешку себе там купил. То, что у нас дома кто-то переплачивает за тепловой энергоноситель. Я что-то так и не въехал. Кто-то переплачивает. У нас дома все замерзают. У нас в квартирах уже минус шестнадцать градусов. Там до двадцати даже вещь-то не доходит. Вы понимаете о чем я говорю? И нам такую штуку внедряют. К сожалению в этом году не получилось. Но в следующем году я куплю себе специальный термометр и разложу. Потому что они говорят, что у вас в квартире должно быть двадцать градусов. Ну в двадцать градусов я могу и в шортах ходить дома. А в этом году как-то что-то не получается. Представляете? И вот это нам говорит теплофикация. Господа теплофикаторы, что же вы делаете? В конце концов, если комбинат вас топит, весь город он топит. Почему вы начинаете на ваших же горожанах экономить? Вы о чем там говорите? То. Я считаю таким образом. Если они еще не понимают, то в следующем году мы пойдем просто в суд и отсудим себе те самые деньги, которые мы проплачиваем. А самая забавная ситуация. Просто вчера пообщался с одним очень хорошим человеком. И она мне и в действительности. Я вам также говорю, что для вас оптимальнее будет собственный замечательный дом. И вы не будете попадать на дивную сумму. То есть вот у меня допустите пенсия 9 тысяч рублей. Так вот эти все 9 тысяч рублей уходят на квартплату. А что кушать-то остается? Ну что кушать остается? А ничего и не кушать не остается, к сожалению. То. Потому что все, что мне Господь, в смысле не Господь дал. К сожалению, мне пришлось на эту пенсию и продолжая жить на нее. Вот. И ее все отдавать за что? За квартплату что ли? Да не хочу это делать. Уж простите меня точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...